Есть праздники, при упоминании которых обязательно хочется добавить семейные и традиционные. Объединяет и сближает родных людей, в том числе и продолжительные приготовления, то, что мы обычно называем приятные хлопоты. Накануне Пасхи это великолепное событие, которое поможет дома подготовиться и провести с максимальным удовольствием для семьи и, наверное, с правильным посылом такое событие Пасху. К сожалению, культура семейных праздников уходит, мы забываем наши обычаи и традиции. И если мы сейчас не передадим нашему молодому поколению, то они уйдут в камни-то вообще в рта. Поэтому хочется, чтобы сохранилось все это, потому что народные праздники именно объединяли всех людей, сохраняли семейные ценности, преемственность поколения, то, чего сейчас, к сожалению, не хватает. И люди были добрее, отзывчивее. Сегодня, как и в старину, ни один праздник не обходится без песен. Эту ответственную миссию взял на себя наш знаменитый женский хор – коллектив под управлением Эльвины Лорец. Открывает нашу программу вокальный цикл и в этом вокальном цикле принимает участие один из самых известных творческих коллективов – это хор ветеранов Центрального района. Великолепнейший художественный руководитель этого хора – Лорец Эльвина Рейнгольдовна. Хор интересен тем, что поют они акапельно, но при этом это такое дивное многоголосие, которое где-то как-то сродни церковному хоровому искусству. Волоков и черни Христиан зовет. Завтра воскресенье, отдых от работ. Сегодня мы поем. Это наша разработка и наше предложение. Пасха – семейные традиции празднования. Тут будут и песни на духовные темы. Именно несколько произведений будет относиться к жанрам детской музыки, старинной музыки. И кроме этого будут игры. Именно вот традиции, когда семья возвращалась из храма после службы, что происходило дома. Когда-то нам было это очень интересно, и мы восстановили. Небо наполняется тучами и слез, нынче распинается Иисус Христос. С хором ветеранов, которые принимают участие в этом проекте, у меня связано очень много личного. На самом деле я очень люблю этот коллектив, потому что его посещал мой папа. Мой папа, который был героем Великой Отечественной войны. К сожалению, он ушел из жизни сейчас. А хором ветеранов я продолжаю пекать, любить, заботиться о них. Пытаюсь для них делать какие-то, ну, в силу своих возможностей, какие-то праздники. Наши сегодняшние такой очень нелегкие жизни, наверное, для всех. Чтобы поближе познакомиться с праздничной атрибутикой, участники проекта собственноручно создали традиционные пасхальные украшения. Освоить технику росписи яиц и оформление цветов помогли приглашенные профессионалы. Кроме этого, у нас партнеры два клуба творческих. Это клуб мастериц уральских «Берегиня» из Центрального района и клуб мастериц «Рябинушка» из Курчатовского района. Они с удовольствием согласились показать свои мастер-классы и показать свою продукцию, чем они вообще занимаются на клубах. Ну и, конечно, они расскажут об этом. Сегодня я хочу поблагодарить. Я очень рада, что меня окружают такие люди, которым тоже небезразлично, ну, какие-то душевные человеческие качества. Поэтому меня сегодня поддержал Игорь Линьев, который провел для детишек и их родителей. Красивый, интересный мастер-класс по флористике. Меня поддержала Олеся, которая напекла кучу чудесных пряников и превратила это в целое представление. Дети с удовольствием их раскрашивали, расписывали к празднику Пасхи. Мы подготовили пасхальную голубку. Благодаря детям у нас эта пасхальная голубка получит свое оперение, потому что это ладошки дружбы и посыл наверх, что можно исполнить перед Пасхой. И, конечно, интересный мастер-класс по изготовлению декоративного пасхального яйца. Тепло, душевно и во всех смыслах красиво прошел этот вечер в библиотеке имени Пушкина. После такой подготовки праздник в семейном кругу наполнится новыми смыслами и знаниями традиций. Редактор субтитров А.Семкин